МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 15 июня. В студии Никита Евсеев. О последних городских событиях расскажем далее. Смотрите в выпуске. Работа по созданию территорий, опережающего социально-экономического развития в Новоуральском городском округе будет продолжена. Глава администрации Новоуральска Валерий Попов покинул свой пост по собственному желанию. Более десятка детей из отряда мэра облагородили берег городской реки. На прошлой неделе по поручению президента создание новых особых экономических зон, сокращенно ОСЗ, в России временно приостановлено до разработки единых подходов к ОСЗ и территориям опережающего развития. Соответственно, возникает вопрос, что же будет с программой ТОРов в городах госкорпорации «Росатом». Изначально такую реакцию Кремля вызвал доклад главы контрольного управления президента Константина Чуйченко. В нем константируется, что с 2006 года на 33 ОСЗ потрачено 186 миллиардов рублей. 24 миллиарда рублей из них не использованы. Вместо плановых 25 тысяч рабочих мест к 2016 году было создано лишь 18 тысяч. А на создание одного рабочего места было потрачено более 10 миллионов рублей. Этого хватило бы, чтобы платить занимающим эти места работникам среднюю по стране зарплату в течение 25 лет. Между тем, Министерство экономики подготовило проект «Стратегии для особых экономических зон». Замминистра экономического развития Александр Цибульский сообщил, что ведомство уже подготовило проект «Стратегии для особых экономических зон» и других особых территорий. Этот документ сейчас активно разрабатывается, уже есть его проект. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут приняты какие-то решения, и мы сможем озвучить те результаты нашей работы, которые уже сделаны, отметил Александр Цибульский. О том, что работа по созданию территорий опережающего развития в городах системы Росатом продолжается, заявил в интервью на канале НТВ и генеральный директор госкорпорации Росатом Сергей Кириенко. «Для нас очень важно, чтобы не только на нашем предприятии все было в порядке. Для нас важно, чтобы экономика города в целом жила, чтобы создавались рабочие места, чтобы поддерживалась инфраструктура, налоги были. Поэтому вот сейчас очень важное решение принял в прошлом году президент России, разрешив для наших зато, ну вообще для зато в стране, значит, возможность применить льготы, которые предусмотрены законом о территориях опережающего развития. Как только необходимые решения будут приняты правительством, мы уже летом этого года идем с первыми постановлениями о том, чтобы учреждать территорию опережающего развития в крупных наших городах. Я считаю, что это как раз ключевая возможность для решения социальных вопросов, для создания новых рабочих мест. Считаю, что очень хорошо получается такой проект. Новоуральск находится в первой пятерке городов системы Росатома, чьи заявки по созданию ТОР будут подписаны уже буквально в течение месяца. Мы провели рабочее совещание только что в правительстве. Мы одобрены концепцией создания ТОРов, зато конкретно Новоуральск тоже. И сейчас поручение Минеку, значит, внести изменения в положение Минеки, они вот или внесены, или будут внесены буквально с днем на день. Это вот то, что было до сегодняшнего дня. Третье. Параллельно мы приняли решение уже готовить официальную заявку. И по дорожной карте это июнь месяц. Начало июля мы должны официальную заявку сдать Министерство экономического развития, так сказать. После этого рассмотрение Министерства экономического развития Кириенко дал указание к управлению в работе с регионами, значит, в августе месяц начать подписывать первое постановление правительства Российской Федерации по вхождению в ТОР уже закрытых городов. И таким образом, чтобы буквально первые пять, ну минимум три в этом году постановления по ЗАТО, потому что по Дальнему Востоку уже, по-моему, я сейчас не помню, по-моему, семь уже даже подписано, ну четыре точно было, так сказать, подписано. А вот по ЗАТО первые три, а лучше пять поставил задачу Кириенко в этом году, до конца года, чтобы подписано. В том числе там, на Уральске. Сегодня глава администрации Новоуральского городского округа Валерий Попов покинул свой пост. Согласно постановлению Владимира Машкова, Валерий Попов уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Сейчас обязанности главы администрации временно исполняет Александр Баранов, заместитель главы администрации Новоуральского городского округа по экономике и финансам. По инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» стартовал Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». В конкурсе могут принять участие ученики 6-11 классов общеобразовательных учреждений городов системы «Росатом». Для участия необходимо представить творческую работу в видеоролик-интервью с представителями старшего поколения. Героем работы может быть родственник, знакомый представитель старшего поколения в возрасте от 50 лет, проживающий в городе Госкорпорации «Росатом». Городской этап проходит до 15 августа 2016 года. Первые новоуральские участники этого конкурса уже встретились с героями своих роликов. Ольга Бертье из 54-й школы. Журналисты школьного пресс-центра героем своего ролика на «Росатомовский конкурс» выбрали Анатолия Петровича Кнутарева. Вся профессиональная судьба и карьера Анатолия Петровича связана с Уральским электрохимическим комбинатом. За полвека он, блестящий руководитель и компетентный специалист, прошел все ступеньки карьерной лестницы – от техника до гендиректора, почти 10 лет возглавляя одной из ведущих атомных производств. По положению ролик на всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» это видеоинтервью, герой которого рассказывает о хранящихся в памяти событиях, связанных с созданием и развитием города и предприятия «Росатома». Анатолия Петровича Кнутарева, почетного гражданина Новоуральска, почетного гражданина России, называют железным директором ОХК «Времени дефолта». Почти 20 вопросов, которые подготовили для него школьники о детстве, о школьных и студенческих годах, о людях, которые бок о бок трудились на комбинате и которых Кнутарев считает своими наставниками, о событиях, происходивших в стране в тот год, когда произошло его назначение на должность директора одного из передовых предприятий страны и мира. И, наконец, какие качества приобрел Анатолий Петрович на комбинате, как руководитель и как себя чувствовал, имея за плечами ответственность за такую громаду, как комбинат. Я не числился в резерве на директора комбината. Почему? Потому что директором комбината в тот период был Корнелов Виталий Федорович. А я с ним в одной группе учился. Мы приехали в один год. И мне что-то претендовать на какие-то места, да я и особенно не рвался к должности генерального директора. Потому что я был, по своему убеждению, спецтехник. То есть я больше интересовался техникой. Поэтому, когда пришел на должность генерального директора, для меня многие сложные вещи появились. Это работа с людьми больше, чем с техникой. И уже я стал говорить, не техника превыше всего, а люди превыше всего. Вот такой подход. Теперь дефолт. Дефолт. 97-й год. 97-й год был очень сложный период. Тогда был главой города фермен Валентин Егорович. Звонит он мне в Москву и говорит, «Толя, помогай». На счете города всего 800 рублей. Возвращается из отпуска учителя. Им надо платить отпускные. Денег нет. Я говорю, да и у меня нет денег. Вот такая ситуация. Но нас выручало, конечно, очень то, что мы работали на экспорт. Почти час шла встреча Кнутарева с ребятами 54-й школы. Посмеялись, порассуждали. Анатолий Петрович для школьников оказался блестящим собеседником. Сейчас ребята трудятся над созданием ролика, используя отснятый материал. Екатерина Богданович, семиклассница, которая брала интервью у Анатолия Петровича Кнутарева, осталась под большим впечатлением от своего знаменитого собеседника. Я в восторге. Мне очень понравилось. Действительно, быть журналистом – это сложно. Сегодня я попробовала. Мне очень-очень понравилось. Я узнала много интересного о ОХК, о самого Анатолия Петровича. Я сам напросился на встречу с ребятами. Хотели меня с Катей встречу, кулуарной поговорить. Я говорю, так может быть, хоть какая-то польза будет для ребятишек. Основная масса, все-таки, я вижу, с вниманием слушала. Это означает, что что-то, хоть капельку, отложиться в их памяти, может быть, в решении жизненных каких-то вопросов. Я буду очень рад. Мне понравилось, что пришел такой человек, что он нашел время специально именно для нашей школы, что участвуем в конкурсах. Было интересно слушать человека, такого величайшего для города. Получается, он развил в городе Анатолию Петровичу желать долголетия, счастья, здоровья. Это самое главное. И почаще встреча с такими учениками, как мы. После интервью Анатолий Петрович Кнутыров вместе с ребятами спустился на школьный двор. Загадать желание на счастье и запустить в небо воздушный шарик. Наш девиз, хочу все знать! Ольга Бертья, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. К другим темам. Сегодня был очень насыщенный мероприятием и день для тех учеников 54-й школы, кто на летние каникулы остался в городе на интеллектуальную смену, о которой НВК уже рассказывал в своих сюжетах, и в трудовом отряде. С обзором Ольга Войнова. Общественно полезный труд имеет важное значение в воспитании современных детей. В течение года ребята привыкают к тому, что чистоту и порядок поддерживает технический персонал, а в летний период у них появляется возможность сделать это самим. Ежегодно в образовательных учреждениях создаются трудовые отряды. Трудовой отряд 54-й школы второй год подряд у нас уже носит почетное звание главы Новоуральского городского округа. Этим званием у нас удостаиваются трудовые отряды, которые действительно работают с инициативой, оптимистично, у которых действительно видна польза, которую они приносят городу. В этом году у нас трудовые отряды работают совместно с городским предприятием дорожно-коммунальные службы, которые помогают ребятам проводить один раз в неделю единый городской субботник. То есть ребята работают по всей территории города, трудовые отряды, и за которыми закреплены территории, они убирают. Дорожно-коммунальные службы обеспечивают их необходимым рабочим инвентарем. Ребята работают у нас не бесплатно, как это было раньше, в 60-е, в 70-е годы. Все они работают у нас за заработную плату, которая в этом году составляет около 5 тысяч вместе с компенсацией от центра занятости. Пошел работать, так как нужны деньги в семье, личные расходы тоже. А почему именно эта сфера, так скажем, вот именно уборка? Легче всего устроиться. Это важно для города, потому что очень много людей ходят на пикники, в леса и очень много мусорят. И если мы не будем прибирать, то нашего будущего, скорее всего, уже не будет. К приезду съемочной группы НВК ребята были готовы. Они записали обращение к вам, дорогие зрители. Вдоль Бунарки мы гуляли, много мусора собрали. На пикник валит народ, столько ест и столько пьет, что в районе нашей зоны даже сталкер не пройдет. То бросаем, то уродим, на дороге, на траве. Мы все мусори потонем, если мусор в голове. Уважаю любимый город, чтобы средь мусора не жить. Пока одни ребята занимались облагораживанием городской территории, участники интеллектуальной смены школы 54 знакомились с миром медицины в Новоуральском медколледже. Сегодня здесь дети узнают, что это лечить людей, как это лечить людей, что сегодня значит быть профессионалом. Ну а самое главное, поймут, что без науки вообще в любой области сегодня скучно, неинтересно, практически невозможно. Традиционно наше образовательное учреждение распахивает свои двери в удивительный мир медицины весной. В этом году мы каждый месяц делаем День абитуриента, где мы представляем все, что относится к медицине и все, что составляет компетенции нашей профессии. В специальных кабинетах детей всегда ждут очень интересные экскурсии. Для ребят было организовано пять станций, экспериментальное питание о вредных и здоровых продуктах, дизайн-центр по медодежде, полигон биологических испытаний, офтальмологическая станция «Зоркий глаз». Но наибольший интерес вызвал симуляционный центр, где ребята на манекене смогли сами произвести некоторые медицинские манипуляции. После экскурсии участники поделились со съемочной группой НВК своими впечатлениями. Мне понравилась первая станция, это анатомия человека. Мы изучали, что происходит с нами внутри. Мне понравилась станция, где мы изучали строение глаза. Это очень было интересно, посмотреть, как у нас все устроено в глазу и почему мы видим так, как мы видим это на самом деле, как устроен глаз, как он видит ночью, как днем. Это было очень интересно для нас. Кормили манекена, потом ставили ему глюкозу, делали МРТ. Это очень понравилось, так реалистично и в будущем можно будет вживую посмотреть это, если связать свою жизнь с медициной. Обрабатывали вены, водили лекарства, учились применять свои знания. Ольга Войнова, Иван Вахмяков, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. В воскресенье 19 июня в стране отмечается День медицинского работника. К этому празднику уже завтра, 16 июня, сразу после выпуска новостей, смотрите программу «Грани», посвященной грядущему юбилею гинекологического отделения городской больницы. Как и любой ребенок, ребенок с ограниченными возможностями здоровья испытывает потребность в общении и положительных эмоциях, в контакте с живым окружением. Здесь как раз может помочь ипотерапия. Это прежде всего контакт с лошадью и, конечно, контакт с тренером. Простые тактильные ощущения – погладить лошадь, причесать, покормить – уже положительный опыт для ребенка с ОВЗ. А если лошадь под руководством тренера еще будет и отвечать на команды, данные ей ребенком – это уже большой прогресс и шквал положительных эмоций. На базе конно-спортивного клуба «Каприоль» стартовал именно такой проект. Подробнее в нашем следующем сюжете. В клубе к большой радости собравшихся детишек можно было пообщаться не только с лошадьми, но и с другими животными и птицами. Некоторые даже кажутся экзотичными в наших уральских краях. Например, такие, как лама, северные олени и, конечно, всеобщий любимец – верблюд Вася. Очень познавательную и подробную экскурсию для детишек провела руководитель конно-спортивного клуба Мария Калистова. Мы этот проект уже делаем третий год, вот только это первая группа в этом году, только начали ездить, и приезжают дети, я им рассказываю про животных, они отдыхают на природе, лазают по лазинкам по веревочному городку, ну, вроде как, довольны, радуются. Вообще, как бы, очень положительно, потому что многие из тех, кто приезжает не первый год, они уже знают, они уже тех, кто не знают, это Белка, это Ослик, этого так зовут, уже всех все знают, всем рассказывают, туда не лезть, сюда можно, сюда нельзя, то есть, они хорошо. И первая реакция обычно на Ганса, он ходит Ганс, огромная, большая собака, то есть, он их в автобусе встречает, падает кверху пузом, те, кто не знают, обычно пугаются, кто уже знает, бросаются чесать живот, и он довольный, чешите меня, любите. Приезжают вообще люди просто отдохнуть, то есть, не обязательно дети, еще кто-то. Приехал человек просто на природу, кошка на ноги залезла, там, у кого домашних животных нет, я не знаю, коза подошла, попросила, что-нибудь вкусное за ухом почесать попросила. Тоже человек реагирует, обычно очень положительно, очень любят людей, животных, отдыхать здесь. Интересно было узнать про индюка, который меняет окрас зоба, когда его берут на руки. Оказывается, что большая птица просто пугается человека, и поэтому в ее организме происходят такие странные изменения. Мальчишки и девчонки с удовольствием могли не только послушать рассказы о животных, но также и покормить и погладить представителей фауны, что им, судя по их счастливым лицам, пришлось по душе. Хотя мнения по поводу того, кто из представителей животного мира им понравился больше, разделились. Полина, ну расскажи, вот ты столько животных построила, кто больше всех здесь понравился? Лама. Лама больше всех понравился. А еще кто? Коза. Еще и коза. А Вася верблюд? Да. Тоже? Я его знаю. А, ты его знаешь? Кого кормила? Васю. Козу. Ну, всех. Мне понравилось кормить Васю, ламу, ослика и козу. А больше всех кто понравился? Вася. Вася верблюд. Больше всех запомнился. Ну, не знаю, наверное, индюк. Дюк больше всех. Потому что у него, ну, интересно так было, то, что шея изменяет цвет и, ну, не знаю, он большой. Не ожидал даже таких размеров. Понятно. А из этих, из животных кто? Из животных коза. А Вася? Вася тоже, да. Кого кормил? Я кормил, ну, всех. Морковка и хлебушек был. Мне еще друг зерна дал. Ага, понятно. Не сложно было кормить-то детей? Да нет. Ну, только один раз коза чуть не цапнула. Вот сюда она мне напрягнула. Также все ребята попробовали свои силы в прохождении различных препятствий, которые также в изобилии имеются на базе комплекса. А в завершении праздника все желающие могли покататься верхом на пони, что, конечно, привело в восторг всех собравшихся. Желаем конно-спортивному комплексу «Каприоль» дальнейшего процветания. Ведь они делают большое дело. Совершенно бесплатно помогают детям с ограниченными возможностями здоровья почувствовать единение с природой. И, возможно, это поможет ребятам ощутить себя полноправными членами нашего общества. Евгений Гурин, Антон Пылаев. Новоуральская вещательная компания. В аптеках «Живика» готовится к важному событию. Каждый будний день десятки машин привозят сюда сотни коробок с тысячами различных товаров. Лекарства плотно распределяются на свободные полки и витрины. Многие упаковки с таблетками и мазями привезли сюда с двух-трехкратным запасом. Такого большого завоза в аптеках «Живика» не было давно. Ведь 16 июня здесь пройдет самый масштабный день распродаж в «Живике». Скидка на лекарства и другие товары увеличится и составит целых 16%. Новый завоз лекарств – это не только большие запасы ко дню распродаж 16 июня. Это еще и хорошие, свежие сроки годности на многие товары. Это значит, что 16 июня можно будет еще больше сэкономить при покупке сразу нескольких упаковок в запас. 16 июня цены со скидкой будут настолько низкими, что многие лекарства могут стоить еще дешевле оптовой цены. День распродаж в «Живике» – это большой летний подарок для всех. Приходите в четверг, 16 июня, пораньше, чтобы быть уверенным в наличии нужного количества товаров и сделать самые выгодные покупки. Только 16 июня, в этот четверг, день распродаж в аптеках «Живика». Скидка на лекарства и другие товары – 16%. Аптеки «Живика» – Новоуральск, улица Комсомольская, 12, поселок Верхневинский, улица, 8 марта, 16А. Далее наш эфир продолжит программа «Объективно о спорте», подготовленная моим коллегой Евгением Гуриным, и программа Антона Сапогова «Раздумья о ЖКХ». Хорошего вам вечера и, главное, помните, Новоуральская вещательная компания с вами всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова